Обсуждение полномочий или, откровенно говоря, борьба за полномочия Одна из важных, больших составляющих работы наемного руководителя Потому что, конечно, с одной стороны опасно доверять полномочия на увольнение Сейчас придет новый руководитель, всех там порубят шашки Те, кто обучен, приносят результат, а потом уйдет еще и сам Поэтому можно понять босса, что он не торопится давать полномочия Но, с другой стороны, если их вообще не давать, то, конечно же, ничего такого, что можно назвать управлением, оно не возникнет Потому что это будут лишь уговоры Сотрудники будут видеть, что вы все равно ничего не можете сделать Ну, ладно, там, поуговаривайте, может, я соглашусь, а может и нет, но это мое решение Поэтому, конечно, когда руководитель наемный превращается в такого уговорщика Он уговаривает сотрудников, ну, давайте будем, наконец, заполнять эту систему Давайте уже начнем по-другому продавать Ну, ничего не происходит А владелец говорит, нет, эти продажники, они вообще у нас с основания, они такие у нас Столько денег приносят, столько клиентской базы на них И я не могу тебе позволить их уволить Что в этом случае делать? Конечно, у собственника не должно быть рисков того, что из-за увольнения просядет выручка Поэтому нередко применяется такой способ, как построение альтернативного отдела продаж Вот этот отдел продаж, он не хочет ничего Он уже работает, как он работает И они не слушаются нового руководителя наемного Но и уволить их нельзя Все, вот тупик такой Поэтому создается новый отдел продаж Которые выполняют то, что хочет от них руководитель отдела И потихонечку на них переводятся новые клиенты Потихонечку уже потом и старые клиенты И вот уже теперь мы видим эффективность методов нового руководителя И собственник ему доверяет Он видит, что он может собрать команду Он может сделать эту команду более эффективной, чем старая команда И теперь не страшно потерять уже старых сотрудников Мы клиентов этих вот понятно кому передадим И понятно, что они их подхватят и нормально все будет Ну да, кто-то попытается увезти клиентов И может быть даже часть клиентов уйдет Но по сравнению с тем, что не делают эти сотрудники Что они саботируют Это уже меньший риск Да и поборемся мы за этих клиентов Кто же просто так-то отдаст Поэтому В этом случае Мы завоевываем доверие То есть вам не доверяют Есть страхи и риски Когда вы ими управляете Вы получаете полномочия Но вообще, конечно Такие ситуации лучше смотреть наперед Заранее И оговаривать, что Я первые три месяца, допустим, никого не могу увольнять А потом Вот тех, кто не самые лучшие Я уже имею право уволить Самых-самых лучших я имею право уволить Через полгода или девять месяцев Но рано или поздно Я получаю это право А за это время Я должен создать команду Показать какие-то результаты Вот это будет на берегу Оговорено И когда все так и будет идти Как вы оговорили Доверие еще больше будет К вам возрастать И уже вы оба будете связаны Этими договоренностями И проблем таких с полномочиями не будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому